Привет, дегустаторы, и добро пожаловать на борт! Сегодня отправляемся в очередное путешествие в поисках настоящего сокровища, настоящего пиратского рома. И наша первая остановка Элидорадо Пайнес Демирара, 12-летний ром из Гайяны. Прошу любить и жаловать. Но сразу говорю, что я не большой специалист по части рома, благо на просторах Рот-Юга существует несколько весьма качественных тематических каналов, которые ром изучают вдоль и поперёк, всевозможные детали, нюансы, какой брать, виды и так далее. Так что не буду отбирать чужой хлеб, сегодня просто незамутнённое, где-то дилетантское, но честное мнение любителя и ценителя виски прежде всего, мнение о роме. Зачем мы всё это делаем? Ну, я сторонник того, что палитру нужно иногда менять, при этом рецепторы должны оставаться в тонусе, нагружаем их, тренируем чем-то новеньким. Даже такой уникальный напиток в плане разнообразия вкуса ароматической палитры и букетов, как виски, может, надо есть. Да-да, поверьте на слово, я понимаю, что тут и бурбон, и торфяные монстры у нас, и хересные бомбы, надоело Ирландия, перешли в японские бленды и так далее. Но элемент насыщения и пресыщения никто не отменял, и даже такой самый разнообразный, на мой взгляд, напиток, как виски, может поднадоесть. Что в этом случае делать? Брать что-то новенькое, возьмем паузу. Идеальный помощник в этом деле – ром. Абсолютно отличный алкогольный напиток, но со своей харизмой и, в общем-то, со своими нюансами и правилами дегустациями. Да, безусловно, чтобы пробовать классный, хороший ром, нужно провести определенную домашнюю работу. С ним не все так просто. Но, говори, сиди-не сиди, а выпивать-то надо, да? Поэтому открываем. Вообще, что мы знаем о роме? Уже давно нет морских разбойников, пиратов. Их заменили скучные хакеры, сидящие по кофейням с пластиковыми стаканчиками кофе вместо рома. Но во многом ром по-прежнему остается, что называется, настоящим пиратским напитком. С чем это связано? Ну, прежде всего, с отсутствием какой-то единой нормативно-правовой базы, регулирующей производство рома. А все потому, что ром до сих пор производится на многочисленных независимых и полунезависимых островах. В основном, ну, конечно, и не только островах. Соответственно, каких-то единых законов, что считать ромом, а что не считать, не существует. Скажем, какие объемы сахара мы можем добавлять и добавлять ли вообще уже в готовый дистиллят, да? Также такой нюанс, как выдержка рома. Кто-то использует традиционные методы, например, солерос кориадерос, который позаимствовали от хереса. И в большинстве ромов мы имеем дело с выдержкой по самому, что называется, старому выдержанному рому. К примеру, знаменитый ром Закапа-23, система Соляра. Сейчас они уже не пишут годы, это просто 23 солера. А раньше писали 23 years. Но люди попадали в просаг, потому что считали, что он выдержан 23 года. Ничего подобного. 23 означает возраст самого выдержанного рома. При этом самому молодому там 6 лет. То есть в бленде находится ром от 6 до 23 лет. В каких пропорциях, неизвестно. Бывает, доходит до смешного, что выводят некое среднее арифметическое даже. Но вот, например, в данном случае у нас всё честно, чинно, благородно. 12 лет. Вот такая красивая у нас тут медалька. Означает, что самому молодому рому в этом купаже как раз-таки 12 лет. То есть может быть и больше. Привычная нам западноевропейская мера отсчёта. Такая очень атмосферная бутылочка. Вполне себе пиратская. Вообще, так называемый апеллясьон, то есть защищённое именование, мало какой ром им обладает. В основном это ром с Маврикия, с юга Франции. То есть апеллясьон предполагает какой-то определённый технический процесс, к которому ром должен отвечать, дабы называться ромом. К примеру, пряный ром в некоторых странах считается ромовым напитком, а в некоторых он считается ромом. Виски. Менее 40% не может быть виски. Он не считается виски. Там есть свои нюансы, но в Западной Европе это невозможно. Ром менее 40% в некоторых странах может считаться ромом. Как правило, выделяют два основных вида рома по сырью, который используется в приготовлении. Прежде всего, это меласса. Мы имеем дело с нашим классическим ромом из мелассы. То есть это продукт, побочный продукт производства сахара из сахарного тростника. По сути, меласса это сочная пульпа, которая не может, тем не менее, кристаллизовать сахарозу. Она имеет ее в некоторых количествах, а также в глюкозу и фруктозу. И, в общем-то, по сути, это такой ценный отброс. Но этот ценный отброс прекрасно бродит. Мы его можем дистиллировать. И, кстати говоря, интересно, что на выходе после процесса дистилляции получается весьма такой жесткий самогончик, вот этот moonshine или white dog, и далеко не такой сладкий, как принято думать. То есть ром, его природная сладость, она, в общем-то, не такая уж природная, потому как сахар мы добавляем в основном после уже процесса дистилляции. Ну и второй вид рома это так называемый сельскохозяйственный ром. ром агриколь, который культивировали в основном во французских колониях. И там сырьем выступает непосредственно сам сок сахарного тростника. Гурманы отмечают, что вот этот, дескать, и есть настоящий ром. мощный, интенсивный, не надо там добавлять добавочные сахара, там вообще не к месту. И он яркий, интересный. Но с другой стороны, по сути, это получается кашаса, да, бразильская. но опять-таки фанаты и эксперты скажут мне ничего подобного. Это разные продукты. Мы не будем даваться в споры, а скорее уже будем дегустировать нашего красавца, классическая рецептура, меласса. и оценивать цвет опять-таки не имеет смысла. Очень много сахара и карамели было добавлено. Что, почему я сделаю такой вывод? Потому что, посмотрите, какие ножки. Возможно, будет заметно. Они толстые, они стекают довольно медленно, при этом равномерно. Но на борту у нас всего лишь 40% алкоголя. Почему такие ножки? Потому что много сахара. Сколько именно? Примерно 35 грамм на бутылку. 0,7 или 0,75. Как для США. То есть это реально немало. Опять-таки, вам придётся провести какую-то домашнюю работу, дабы выяснить количество добавочного сахара. Потому что, если вы не сладкоежка или вы не любитель такого десертного варианта, дежестива, то такого рода ром вам может просто не зайти. Итак, аромат. я вот всё болтал, потому как, ну, помимо информации какой-то базовой, хотел дать немножечко ему обветриться. Аэрация абсолютно необходима рому, любому причём, на мой личный вкус. И он, безусловно, становится нежнее с оксидизацией. Очень похож на выдержанный херес вот этот начальный аромат. Мощная сухофрукная волна, финики, засахаренные восточные сладости, что-то из пахлавы, пастилы, что-то такое. Апельсин, переспелый, сочный апельсин. И, знаете, что такое даже цветочное, какой-то цветочный нектар. То есть, видно сразу, что мы имеем дело с выдержанным ромом, минимум резкости. Ну, в сравнении, опять-таки, с не очень выдержанными ребятами. Ну, еще даже такой бурбоновый проступает. Ваниль приятная, свежая. Именно вот на этим палочка ванильная, не ванильный порошок. Очень приятный аромат. Но я бы не сказал, что сверхсложный. Хотя вот эта цветочная нота, она весьма кстати и облагораживает однозначно. Давайте попробуем палитру. Cheers! очень плотный. Первоначально кажется крайне сладким, особенно, когда попадает на кончик, если вы как привыкли виски дегустировать, чтобы сначала на кончик попадало языка. там находятся рецепторы, отвечающие за восприятие сладости. Но по мере того, как проходит дальше в задней спинке языка, как-то эта сладость нивелируется, знаете, и появляется карамель, появляется вот этот спелый красный валенсийский апельсин. медовость, кофейность, кофейный ликер. И финиш довольно продолжительный. Продаются какие-то специи. Мой любимый мускатный орех. Вы знаете, нет ощущения, что вот этой вот сахарной атаки, да, сумасшедшей кавалерийской атаки под балаклавой сахарной нет ничего подобного. Очень здорово. Ну, попробуем второй глоточек. Угу. Наш красавец относится к виду Демирара. Демирар это историческая область в Гаяне. Первыми были испанцы, первооткрыватели, конкистадоры, колонизирующие эту землю. Потом за Гаяну боролись и голландцы, и французы. Вот даже до сих пор на французском про Дю Гая. Но потом Великобритания в итоге победила в этом споре. Ну, а дистиллируют они занимаются производством рома аж с 17 века, друзья. С 17 века. Да, вот этот очень интересный финиш такой турецкая сладость, какая-то ореховость появляется. и никакого намека на горечь, дуб, например. Он выдерживался 12 лет в дубовых бочках. Оген баррель от 20 to 12 лет. Как минимум 12 лет. Блэн дуб перфекшен. Окей, давайте добавим водички. Обязательный атрибут. Если сахар вам настолько мешает и доставляет дискомфорт, то возможно придется и кубик льда кинуть. Но по мне все нормально. Чуть-чуть разбавим, посмотрим, что новенького. В производстве этого рома используют поистине уникальные технологии как для наших дней. Они используют 15-метровую высокую колонну деревянную друзья, колонну по типу кофе ректификационную знатокамбийский безусловно знаком этот термин. также внимание используются до сих пор перегонные деревянные кубы сделанные из древесины. Представляете? Я не знаю кто еще в мире может похвастаться подобным equipment до подобным оборудованием. Если знаете напишите в комментариях потому что деревянные кубы это конечно очень круто. Я вставочку сделаю удивительно. И этот метод перегонки в деревянных кубах имеет свои плюсы потому как побочный эффект от перегонки в медных кубах это естественно сульфиты. Дерево же высвобождает дистиллят от сульфитов и впитывает его в себя. Но опять таки поддержание его в надлежащем виде в тонусе для меня это остается загадкой. Как бы медный куб мы чистим как мы дерево будем очищать. Это интересный вопрос. Итак с водой у нас появился прекрасный запах кокоса. Действительно как будто попал на остров необитаемый но тебе вроде как не особо и скучно потому как с тобой твой прекрасный ром эль дорадо. Кокос да такой знаете появляются шоколадные нотки кокос баунти переспелые фрукты что вишневая даже и больше ванили стало с водой сливочность и риска проступает вы знаете ничуть не хуже с водой а возможно даже и поинтереснее меньше сладости меньше сахара больше ореховости финиш накатил нечто такое спайси да какие-то специи кардамоновая даже мускатный орех ваниль по-прежнему здесь и кокос здорово цветочный аромат это знаете нектар пыльца как будто ты шмель хочешь ворваться в этот цветок и спить эту чашу до дна опасный ром до 40% пьется очень легко как для рома поэтому будьте осторожны маленький глоточек ван дрем и не больше это полагаю со льдом будет еще проще перебрать что называется поэтому глядите в оба друзья будьте навсегда на чеку потому что интоксикация это плохо наше дело дегустация плавный бархатистый нежный не супер сладкий то есть тоже закапи например если вы пробовали там порядка 40 граммов сахара но с водой вообще вот кайф просто даже такому суровому мужику как черная борода или капитан морган я уверен они обменяли бы там свой грок вот на этого нежного красавца знают что делать умеют здорово в качестве начального рома да вот когда вы хотите познакомиться с новой какой-то палитрой но при этом начать именно с качественного доступного в какой-то мере рома 12-летний эльдорадо идеальный выбор больше кофейности но не грамма какой-то горечности дубовой супер итак друзья мой вердикт ром класс нужно пробовать нужно убрать но изучайте добавочные сахара обязательно тем более если у вас какие-то предубеждения по поводу перебора сахара оставайтесь на канале подпишитесь черт возьми если вы этого еще не сделали потому что будет интересно потому что лучшие дегустации как вы знаете всегда впереди cheers